Всем привет! Сегодня мы поговорим про Пару Дания Уэльс. Потом мы еще поговорим о Италии и Австрии. И приположим их шансы и расскажем о стране, которую мы считаем фаворитом, то есть прогноз. И вот завтра расскажем, кто вообще здесь лишний. В 1,8. Сегодня будет 4 часа. Короче говоря, начинаем. Начнем мы с Данией Уэльса. И Дания считается, естественно, фаворитом, но при этом у них есть потери в виде Эриксона. Но, учитывая, как они играли против Бельгии, можно с большой вероятностью сказать, что они фавориты. А Уэльс я буду болеть за Уэльс. Конечно же, я буду болеть за Данией, но я хочу, чтобы прошли и те, и те. Потому что я хочу, чтобы Уэльс повторил свою Уэльскую сказку Евро-2016. И катировался как одна из топ-сборных. Ну, конечно, это будет вряд ли, но... Ну, хотя бы дочитать финал, пожалуйста. И да, нет, тоже. Ну, мне все равно, честно говоря, кто победит. Но, короче говоря, про Дани давайте поговорим. У них есть потери в виде Эриксона, но в этой потере есть и плюс. Потому что, значит... Как вот там... Они будут бороться за Эриксона, а значит... Значит, у них будет мотивация. Как, например, со сборной России. А учитывая то, что Эриксона еще будет на трибунах, это будет еще большая-большая мотивация. Поэтому... Ну, как было со сборной России, понимаете, да? Ну, у Эльсы тоже есть шансы, довольно неплохие. В итоге, можно сказать так, то, что у них лидер Бэйл. И этот... Короче, Бэйл лидер. И он может тащить. Он может тащить. Вот как... Все сейчас критикуют, конечно, Бэйла за то, что он больше любит гольф. Но сейчас он так разогнался, он может тащить Уэльс куда угодно, мне кажется. Значит, и мне, честно говоря, кажется, то, что вполне могут пройти... Ну, минимум до четвертинала обе команды, до полуфинала, точнее, до полуфинала обе команды. Значит, и в итоге... Что можно сказать? Ну, то, что... Даня, фаворит, 70 на 30, с пользой Даня. Теперь у нас Италия, Австрия. И сегодня у нас... Как его там? Италия, фаворит, явный. Ну, тут, скажем, просто про Италию, а про Австрию не будет, потому что... Ну, там все знают, Арнаутович сумасшедший, Алаба тащит... Все гении, короче говоря... Ну, нет, Алаба гений, все остальные что-то там пытаются что-то натворить. Короче говоря, Италия. Шикарный состав, я их считаю теневыми фаворитами евро. Кто со мной не согласен, пишите в комментариях. Значит... Италия. У них есть Кьеза, Инсиния и Мобили в атаке. У них центр поля просто шикарный, в виде Бореллы это... Вот еще. Вот, я не помню их фамилии, но вот... Вот, извините, но я их не помню. И... Или Борелла не будет. Пишите в комментариях, как вы думаете, Борелла будет участвовать в матче или нет. Значит, и в центре защиты у них там Банучи и Кьеллини. Конечно, старый центр, но... Надежный зато. Надежный центр. Но меня больше всего поражает Кьеза. Он как бы в тени Роналда находится, но при этом он не как Бензима. Он тоже забивает довольно много. Ну, Бензима тоже забивал, но как бы... Кьеза. Но он гений вообще. Но вот Пиро, конечно, ему дал, конечно, хороший опыт. И сейчас, мне кажется, он один из прецедентов на... Будущем. Хотя бы на пятерку золотом везет. Согласны? Ну, значит, короче говоря... Можно сказать, 60 на 40. Все такие в пользу Италии. Потому что тут все не так просто. Австрия может побороться. Вполне может. Потому что Австрия это крепкая команда. Поэтому только 60 на 40. Только 60 на 40. Потому что... Ну, вы понимаете, да? А все это крепкая команда. Ну... Пока что... Всем пока. Сегодня еще, напоминаю, будет серия про... В целом будем обсуждать одну восьмую. Четыре часа. И... Вот так вот. Всем до свидания. Всем пока. Я с вами прощаюсь. Вот что я сейчас нахожусь на даче. Всем пока. Поехали.